В эфире городские подробности. Программа о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Александр Мамонтов. Здравствуйте. Восемь лет назад президент России подписал указ об учреждении звания «Город воинской славы». В память об этой знаменательной дате по всей стране прошли патриотические акции. В Архангельске «Небо над Северной Двиной» в одночасье украсили шары цветов Георгиевской ленты. Волонтерами акции стали юные жители города воинской славы, ученики школ, студенты колледжа и вузов. Подробнее о новой традиции расскажет Екатерина Гристиенко. Сегодня Архангельск присоединяется ко всероссийской акции «Городов воинской славы». Сотни шаров будут отпущены в Северное Нево, которое сегодня, как будто в честь этого знаменательного события, особенно светлое и ясное. Морозное и по-настоящему зимнее утро. Дата 1 декабря организаторами акции была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 2006 году, правительством страны было утверждено положение о присвоении почетного звания «Город воинской славы». А три года спустя этого статуса удостоился Архангельск за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Эти слова президентского указа увековечены на постаменте стеллы «Архангельск – город воинской славы», а площадь возле монумента стала местным зарождением еще одной традиции нашего города. Сегодня в нашей акции приняли участие ребята-школьники, молодежь города Архангельска, члены детской общественной организации «Юность Архангельска». И я думаю, что это знаковое событие в преддверии пятилетия присвоения нашему городу, городу Архангельску, почетного звания «Город воинской славы». Ученица третьей гимназии Анастасия Пачина, как и другие ее ровесники, называют эту акцию модным словом «флэшмоб», но независимо от формулировок, важность происходящего одинакова и сна представителям всех поколений. Я считаю, что наш город достоин этого звания, так как в нашем городе появился первый флот, у нас большая история, но также у меня родители военные, и поэтому для нашей семьи это также честь. Я очень горжусь то, что такие мероприятия проводят, я горжусь нашей страной, я горжусь нашими предками, вот я решил прийти сюда. Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты окрасили небо над сорока городами воинской славы. Отправленные наследниками победы, воздушные шары устремились ввысь в честь поколения победителей и героического прошлого большой страны. 3 декабря в России впервые отметили День неизвестного солдата. Закон об учреждении новой памятной даты подписал президент Владимир Путин. Именно 3 декабря 1966 года в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой у Кремлевской стены был захоронен прах неизвестного солдата. Как в Архангельске почтили память безымянных героев, расскажем далее. Скромная табличка у Вечного огня и короткая фраза «Здесь покоится прах неизвестного воина-северянина». Этой символической могиле безымянного героя может поклониться каждый, кто хранит память о Великой войне. Теперь 3 декабря станет не только важной датой в календаре российской истории, но и особенным днем для города воинской славы Архангельска. Каждый десятый архангелогородец из предвоенного Архангельска не вернулся с полей стражений. Очень много архангелогородцев до сих пор числятся в числе безвести пропавших. И день памяти неизвестного солдата – это дань уважения тем, кто не вернулся с полей стражений, и тем, на чьи могилы до сих пор их родственники и потомки не могут прийти и возложить цветы. Неслучайно в 1991 году у монумента Победы в городе Архангельске был заложен прах неизвестного солдата. Это место поклонения всем архангелогородцам, которые пропали без вести, имена которых не установлены еще и не найдены их места захоронения. И здесь особую еще огромную роль вносят поисковики, которые каждый день, ежеминутно, ежечасно находят новые имена и возвращают их истории в семьи архангелогородцев и россиян. На площади мира сотни юных архангелогородцев в карауле у Вечного огня – школьники-кадеты. Такие даты важны прежде всего для них, тех, кто через годы понесет память и правду о бессмертной истории нашей страны. Для меня очень важно, потому что те люди, которые воевали, мы им очень благодарны, и это очень для нас почетно. И вот главные участники митинга – те, на чью долю выпало стать свидетелем и участником событий Великой Отечественной войны. Леонида Тарутина война застала 10-летним мальчишкой, а в 11 Леня начал трудиться в тылу. Тушил зажигалки в городе Архангельске. Всю войну я прожил в Архангельске. Окончил ремесленную школу Архангельского военного округа. Это обязательно надо помнить о неизвестных солдатах, потому что много их погибло на Ленинградском фронте, в начале войны, и всюду. 4,5 миллиона пропавших без вести – это у них война забрала все – жизни, имена и могилы. Вечной осталась лишь память. Память о неизвестных солдатах. День неизвестного солдата приблизил нас к другой важной дате – Дню присвоения Архангельску почетного звания «Город воинской славы». Это случилось 5 декабря 2009 года. Наш город был отмечен за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный архангелогородцами в борьбе за свободу и независимость Отечества. О важности этого события мы говорили с мэром Архангельска Виктором Павленко. 5 декабря 2009 года, конечно, события, которые еще, наверное, оценят и жители нашего города, и историки, и так далее. Потому что это действительно город Архангельск, вот таких городов 40. Мы получили и все, и это звание больше не присваивается. Мы получили это звание 22-ми. Город получил награду за действительно выдающееся свое значение. Это роль города Архангельска в Великой Отечественной войне, это лент-лист, это северные конвои. Вот 70% снабжения Карельского фронта и других фронтов шло только через город Архангельск. В других возможностях не было, везде все блокировано, Балтика блокирована, Черное море блокировано и далеко это все это. Вот она роли. И здесь люди сами умирали от голода и ковали победу. Но бесценно, как не присвоить за это. Я считаю, что мы, все, кто занимались, сделали огромнейшую работу. И вот ту заслугу наших ветеранов, тружеников тыла, мы все-таки добились того, что город Архангельск присвоен город воинской славой. В память об этом событии на символичном для всех горожан мысе Пурнаволок 31 августа 2011 года была установлена стелла. 12-метровый гранитный монумент с четырьмя барельефами. Вершину памятника украшает позолочный герб Российской Федерации. Я считал своим долгом, что поставить стеллу, да, мы затратили определенные, но вот этот зримый символ, зримый символ города воинской славы, он уже воспитывает. И мне кажется, вот это и сколыхнуло и ту же военно-патриотическую работу. Вы посмотрите, сколько у нас сегодня конкурсов различных проходит, посвященных городу воинской славы. Сколько различных мероприятий у стеллы. Кстати, стелла наша, она особая. Я обратился к проектировщикам, к авторам этой стеллы, для того, чтобы, поскольку все-таки город наш морской, первый порт, это по сути город морской славы, чтобы на стеле была корма и нос корабля. Таких среди 40 стел города воинской славы нет. И мы этим тоже гордимся. В день пятой годовщины присвоения архангельского почетного звания город воинской славы стартовал городской форум «Молодежь в действии». Торжественное открытие состоялось у стеллы на мысе Пурнаволок. Помнит, гордится и верит. Участник молодежного форума Владислав Назаренко сегодня в составе почетного караула. Достойно открыть форум и стать сопричастным юбилейным событием. Большая ответственность и большая гордость. Я считаю себя патриотом, я живу в городе воинской славы и для меня сегодня находиться здесь в составе знаменосной группы в почетном карауле – высокая честь. Форуму предшествовала серьезная подготовка, но, как признаются участники, эту торжественную линейку ждали больше всего. Гордость за город, знаешь, что у нас он развивается. Последние годы, во-первых, в сторону молодежи – это очень здорово. От имени мэра Архангельска Виктора Павленко участников форума приветствовал его заместитель Ирина Орлова. Хочется пожелать вам новых идей, новых свершений, новых открытий. И, как сказал, просил передать вам Виктор Николаевич Павленко, мэр нашего города, мы верим вас в ребята. Мы уверены в том, что будущее нашего города в надежных руках. Одна из задач, которую выполняет городская власть – работа с молодежью и сохранение патриотических традиций. Так родились конкурс школьных сочинений «Орден в твоем доме», акция «Знамя Победы», межрегиональный фестиваль «Помним, гордимся, верим». Продолжает курс патриотического воспитания и стартовавший форум «Молодежь в действии». Продолжился форум социально активной молодежи в культурном центре «Цыгломень». О том, какие молодежь в действии будет в этом году, расскажет Артемий Заварзин. Кажется, их энергии хватит, чтобы запустить целую электростанцию. В культурном центре «Цыгломень» будет жарко от новых идей и горячих споров на темы молодежного самоуправления. Восьмой по счету форум собрал 100 участников. Цель неизменно – помочь молодым архангелогородцам проявить себя в социально значимых проектах. «В каждой команде были разработаны какие-то идеи по трем блокам. Это интеллектуальный блок, образовательный блок и спортивный блок, спортивно-оздоровительный блок. Ну и в соответствии с этим была выстроена программа. То есть это как курс молодого бойца, КВН, это некие лектории по молодежному самоуправлению. Большое внимание будем уделять именно аналитической части форума, то есть рассматривать все, что произошло, сами ребята будут делать какие-то выводы». Кстати, для Юрия этот форум восьмой по счету. Путь от участника до организатора будет «Тернист», но зато есть что рассказать и чего научить нынешних форумчан, особенно новичков. «На форуме я первый раз, жду общения, как оно тут есть, довольно-таки активное, веселье, отдых, ну и, конечно же, дела общие». Дел на три дня немало. Сегодня у ребят интеллектуальное квест-ориентирование и несколько дискуссионных площадок. А завтра тренинги и мастер-классы. «Форум завершит свою работу в воскресенье 7 декабря, но это отнюдь не финальная точка. Ребята ожидают своеобразное посвящение в члены молодежного актива Архангельска, а разработанные идеи и проекты лягут в основу следующего форума, который состоится весной 2015 года». Пятилетию со дня присвоения Архангельску звания города воинской славы была посвящена и общегородская линейка. А важность страницы в календаре истории Поморской столицы далее в нашем эфире. «Треть населения нашего города в годы войны отправилась на фронт. Оставшиеся в тылу подвергались регулярным бомбардировкам. По количеству умерших от голода Архангельск занимает второе место после блокадного Ленинграда. За годы войны через Архангельский порт прошло 4 миллиона тонн грузов. Но, по словам очевидцев, за все это время не было украдено ни одной банки консервов. А мясо и жир тюленей, добытых в Белом и Баренцевом морях, через замерзшее Ладожское озеро голодающий Архангельск поставлял в Ленинград. Знать великую историю своей малой родины обязан каждый живущий ныне. А потому сегодня у стеллы Архангельск – город воинской славы. Воздвигнутый в нашем городе спустя два года со дня присвоения ему почетного звания собрались представители разных поколений архангелогородцев. Для меня это в первую очередь память. Я, когда стою здесь, я вспоминаю о том, какой большой подвиг совершили мои предки и предки, моих друзей, моих знакомых, моих родных. И вообще, какой большой подвиг совершил героический российский народ в годы той страшной и великой войны. Конечно, это большой был подарок прежде всего для ветеранов, для тружеников тыла, для детей, опаленных войной. Но именно молодежь, именно педагоги первыми вышли с инициативой проведения акции «Я живу в городе воинской славы». Это говорило о том, что каждый школьник пять лет назад с гордостью говорил, что он живет не в простом городе, а в городе, где сохраняются традиции, в городе, где большое внимание уделялось и еще больше уделяется именно патриотическому воспитанию. Присвоение Архангельску звание города воинской славы стало особенным событием для мэра столицы Поморье. 5 декабря 2009 года грамоту о почетном статусе города из рук президента Российской Федерации принимал Виктор Павленко. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества, тогда Архангельск стал одним из 40 городов, получивших высокое звание. Присутствовал на торжественной церемонии в Кремле и Серафим Степанович Несмелов. В годы войны он служил разведчиком в пехоте и авиации, прошел Смоленск, Белоруссию, Прибалтику и Дальний Восток. Это нашим поколениям поставили такой памятник, чтобы мы получили грамоту от президента, что город Архангельск является городом воинской славы. Это честь и слава, это символ победы нашего поколения. Вот уже несколько лет возвышается над виной двуглавый орел, и это не только знак почетного звания Архангельска, города воинской славы. Это символ памяти о простых людях, фронтовиках и тружениках тыла, защищавших свой дом, семью и родной город. Тех, чьи героизм и мужество принесли победу великой державе. В ноябре столица Поморья впервые принимала патриотический форум всероссийского уровня «Вахта памяти-2014». В областной центр съехались более 200 представителей поисковых объединений из всех регионов России. Мэр Виктор Павленко встретился с руководителями поисковых отрядов Архангельска, чтобы обсудить перспективы дальнейшей совместной работы. Городоначальнику вручили почетную грамоту за вклад в развитие поискового движения и памятную медаль. Эта встреча поисковиков Архангельска с мэром города проходит накануне знаменательной даты – 25-летнего юбилея поискового движения Поморья. Всего за четверть века поисковики Архангельской области нашли и захоронили останки более 8 тысяч бойцов. По солдатским медальонам установлены судьбы 2,5 тысяч человек. У командира студенческого поискового отряда «Вихрь» Валентины Крыловой за спиной 4 межрегиональные экспедиции в Карелию и Ленинградской области. А началось все с истории в своей семье. В мою деревню, я из области сама, привезли останки солдата. Его отрожественно захоронили у нас в деревне, и этот солдат оказался братом моего прадедушки. То есть меня изначально заинтересовала вот эта тема, эта работа. И когда у нас в университете создался такой отряд, я сразу же вступила. И сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь. На встрече с мэром Архангельска поисковики обсудили вопросы совместной работы, в частности, финансирование проезда участников экспедиции. Также зашла речь о тренировочном лагере для юных поисковиков, который можно разместить на острове Краснофлотский. Там уже два года во время летних каникул успешно работает военно-патриотический лагерь для подростков. Патриотическому движению будет оказана поддержка городской власти, заверил Виктор Павленко. В первом члене принято в Госдуме законов, поручение есть. Президент Российской Федерации принят закон о патриотическом воспитании молодежи в России. Я думаю, что по праву город Архангельск, как бы впереди планеты всей, и не просто на словах, а на деле. И вы реальные, не только участники исполнительного всего этого дела, где-то к июню месяца принять на уровне государственной политики, патриотическое воспитание молодежи. Поэтому вот тут и мы должны, еще раз говорю, в рамках бюджета сделать все, чтобы ваша работа святая должна быть более комфортной. Вот эту вот задачу мы должны выполнить обязательно. За 25 лет поискового движения велись работы в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской областях, в Республике Карелия и Финляндии. Участникам этих экспедиций Виктор Павленко признался. Хотелось бы самому, честно говоря, прикоснуться к этой работе, к святой работе, которую вы ведете. Мне хочется тоже вместе с ребятами испытать это чувство, когда непосредственно приложив столько усилий, перекопав кучу земли, поднимают останки солдат. Когда еще находят какой-то медальон, еще в нем есть записка, это возможность восстановить имя. Это, наверное, ничем не сравнимая воспитательная работа для молодежи. Для работы по увековечению памяти погибших бойцов объединились люди разного возраста, разных профессий и разного социального положения. Сегодня поисковое движение в Архангельске – это живая связь между поколениями, которая не должна прерваться для северян. Память о военном прошлом и сопричастности Архангельска к героическим событиям хранят и музеи, которые действуют в городских школах. Одна из таких экспозиций размещена в гимназии номер 6. Там побывала Елена Матвеева. Изъеденные временем солдатские каски, а этот железный цветок – остов разорвавшегося снаряда. В музее 6-й школы ученики и ученицы могут буквально потрогать историю. Экскурсию в прошлое проводят сами школьники. Так младшие узнают от старших. Главная гордость 6-й – ее выпускники, многие из которых воевали на фронтах Великой Отечественной. Это очень интересно, потому что, прежде всего, выпускники, они очень молодые. Интересны детали о их жизни, что их толкнуло на подвиг. Война наша затронула каждую семью. У меня воевал прадедушка. И особенно это важно для людей, которые пережили войну. Сотни фотографий, десятки историй о настоящем мужестве. Например, выпускник 6-й, машинист легендарного парохода Георгий Седов, Николай Шарыпов, в 24 года получил звание Герой Советского Союза. Ныряя в ледяную воду, он закрыл брешь в корпусе судна. От Одера до Волги был смертным каждый шаг. Но школьный почерк Толькин узнал тогда Рейхстаг. Эти строки из гимна 6-й школы об одном из ее выпускников 1943 года. 20-летний старший сержант Толя Коротков встретил победу в Берлине. Он был одним из тех, кто расписался на стене Рейхстага 2 мая 1945-го. Каждый рассказ, каждый предмет вызывают неподдельный интерес у посетителей музея. Такие уроки истории запоминаются надолго. Дети, которые учатся сейчас в нашей гимназии, они могут узнать историю Великой Отечественной войны не просто из книг, а из истории нашей школы. Бывают ученики приносят сюда фотографии своих прадедов, выпускников 6-й. Так они становятся частью школьного музея, частью истории родного города, города воинской славы. Из музея 6-й гимназии перенесемся в комнату боевой славы, которая находится в 20-й Архангельской школе. Вот уже 5 лет она работает стараниями как преподавателей, так и учеников. Об этом рассказ Марии Воробьевой. Этот медальон времен Советско-финской войны принадлежал одному из бойцов 128-й стрелковой дивизии. Он был найден в 2008 году в Соярском районе республики Карелия. Именно с этого экспоната началась история комнаты боевой славы 20-й школы Архангельска. Теперь здесь оформлено более 40 тематических стендов и представлено около 30 экспонатов, привезенных с военно-поисковых экспедиций. Я тоже ездила в этом году. У нас была группа 12 человек. Мы ездили в Соярский район республики Карелия и там подняли 25 солдат. Это очень важно для будущего поколения, чтобы это увидеть и передать следующим учащимся, чтобы они этим заинтересовались и после меня тоже занимались. Сейчас в комнате боевой славы кипит работа. Учащиеся готовят очередной проект. Сохранять память о героях войны помогает мэрия Архангельска. Это и военно-исторические игры, это и акция Знамя Победы, еще ряд мероприятий, связанных с юбилейными и памятными датами. Здесь через управление культурой и молодежной политикой мэрии города Архангельска нам оказывается существенная поддержка. Создание комнат боевой славы в школах – это только малая часть городской программы по патриотическому воспитанию молодежи. Эти фотографии и эти экспонаты нужны не тем, кто погиб, а тем, кто живет сейчас. Самое главное, что есть у страны, у государства, у нации – это связь между поколениями. И комната боевой славы «Северян» помогала, помогает и, я надеюсь, будет помогать поддерживать связь между будущими поколениями и поколениями прошлого. Память о подвигах «Северян» в годы войны хранит и комната воинской славы в школе номер 36. Оттуда репортаж Инги Швецовой. Биография этого музея началась в 2007 году. Преподаватели и ученики школы номер 36 решили узнать как можно больше о жизни героя Советского Союза Павла Усова, именем которого названа улица в микрорайоне, где они живут. Так было положено начало музейной экспозиции. Каждый из этих предметов – уникальное свидетельство великого подвига нашего земляка-лейтенанта Павла Усова. В декабре 1939-го его взводу удалось прорвать укрепленный район линии Маннергейма, переправить десант пехоты и навести понтонную переправу для танков. Погиб он в марте 1942-го прямо на поле боя во время ожесточенного сражения за освобождение города Погорелое городище под Смоленском. На месте боя трижды бывали учащиеся 36-й школы. В таких местах находятся. Сейчас это такая прекрасная природа, замечательная церковь там стоит. Но когда-то здесь шли бои. Они, конечно, очень прочувствуют это все. Это и история в то же самое время, и возникает, ну не знаю, тут, может быть, даже горечь какая-то, потому что война – это всегда трагедия. С места гибели Павла Улсова ребятам удалось привезти мину, горскую земли с гильзами и даже остаток снаряда. Эти и другие экспонаты занимают почетное место в школьной экспозиции. В исследовательской экспедиции побывала девятиклассница Екатерина Лохновская. Во время Великой Отечественной войны люди пережили очень многое страшное. Ему удалось очень много всего увидеть. И сейчас мы не должны забывать об этом, мы должны хранить память, помнить об этом и рассказывать будущему поколению. Кабинет боевой славы школы номер 36 – начало большого пути по созданию настоящего школьного музея. Центральное место в нем займут материалы, связанные с Великой Отечественной войной. В редакции городской газеты «Архангельск. Город воинской славы» прошел круглый стол, посвященный пятилетию со дня присвоения Архангельску звания «Город воинской славы». Его участниками стали председатели окружных советов ветеранов и их активисты. В редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» собрались председатели и активисты окружных советов ветеранов. Место и время выбрали не случайно. Пять лет назад столица Поморья получила почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Собрались, чтобы наметить планы на будущее и подвести итоги. В этом году в Совете ветеранов Соломбальского округа завершилась большая работа по сбору информации об условиях жизни тех, кого коснулась война. Не забыли ни о ком. Анкетирование тружеников тыла, участников войны, узников, репрессированных, в общем, все категории по просьбе отдела своей защиты. И поэтому Светлана Альбертовна попросила, что если мы можем, то сделать такую акцию. Мы, конечно, сделали. Прошли, значит, 500 человек. Всех проанкетировали. Всех посмотрели, кто как живет, в чем нуждается. Не забывают ветеранские организации и о памятниках героям. Каждому мемориалу требуется как уход за его состоянием, так и передача новым поколениям сути этой памяти. Ежегодно ветераны проводят мероприятия у знаковых мест, чтобы отдать дань уважения павшим и объединить ныне живущих. У нас три памятника. Значит, памятник на втором лесозаводе. Да, вот буквально на днях ездили туда, смотрели и будем обновлять ко дню победы. Вот эти фамилии, которые написаны, во-первых, уже они бледно выглядят. Да, и дали задание ветеранам округ этого второго лесозавода, чтобы они еще раз проверили. И, может, кто-то был пропущен. Митинг проводим на втором лесозаводе у Стелы, у Ломносовского дворца. Значит, в судоремонтном заводе у нас памятник есть, который стоит. Мы его так и сохраняем, хотя завода уже нет, и там никто не работает, но мы каждый год приходим сюда и проводим митинги. В своей работе ветеранские советы отдают приоритет патриотическому воспитанию молодежи. Юное поколение северян получает уроки мужества и любви к родине, беря пример с тех, кто пронес на своих плечах все тяготы войны. Духовно-нравственное воспитание как никогда актуально в наши дни. Основной нашей, конечно, тоже целью и задачей работы с ветеранами – это патриотическое воспитание и работа с молодежью. Правильно сказала Валентина Николаевна, что на данный момент, на данную ситуацию в стране это является первостепенным. Эту патриотическую работу мы начали вести уже 18 лет назад. Проводились конкурсы викторины, конкурсы песен на тему Великой Отечественной войны среди школьников. Ну и, естественно, вот сейчас мы тут акцию, когда проводили Знамя Победы по Октябрьскому округу, мы тоже участвовали в вручении этого Знамени Победы, проводили уроки мужества в школах. Во всех мероприятиях, куда нас приглашают, ветераны рассказывают о своем жизненном пути, о том, что они пережили во время Великой Отечественной войны, что помогло победить. Дети слушают очень внимательно, очень. Они буквально впитывают в себя всю эту информацию. Кроме того, в работе с молодежью мы трижды уже побывали в детской колонии в Талагах. Несколько спортивных игр провели там, им тоже очень понравилось. Настольный теннис, шашки, шахматы. Подарили им подарки, настольные игры. Организовали сладкий стол, так сказать. В общем, было очень неплохо. Я думаю, что это было очень взаимно. И мы получили что-то от них, и им передали тоже наши напутства и пожелания. Мы проводим такое мероприятие детям, исполнившимся 14 лет, школьникам. Значит, вручаем паспорта в школах. Это у нас называется «Я гражданин России». Вот это у нас практикуется. Каждый год мы подбираем, так человек по 20, и проводим награждения. Тоже привлекаем к этому депутатов городской думы наших. Представители ветеранских советов отметили вовлеченность и неподдельный интерес школьников к делу восславления подвигов Великой Отечественной войны. Зашлись в едином мнении. Упреки в адрес молодежи часто бывают необоснованы. Дети и читали стихи, и читали стихи, которые сами написали. И, значит, молодежный совет участвовал, тоже выступали, что они являются продолжателями всех наших начинаний. Затем дети организовали почетный караул в форме, и дальше дети возлагали гирлянду вечной славы. В общем, было здорово. И, конечно, потом дети вместе с ветеранами запускали белые шары. На будущий год, который для Великой Победы будет юбилейным, в округах уже разрабатываются планы культурно-массовых мероприятий. Мы решили в этих рамках с 70-летия Победы провести фестиваль «Песня спутница военных лет» и в рамках этого музыкального клуба. Вот у нас уже сейчас, на сегодняшний день, есть 10 заявок из-за кругов и первичных организаций города. Вот я думаю, что, может быть, заявок будет еще больше. Шел разговор и о муниципальной газете «Архангельск. Город воинской славы». На ее страницах публикуются материалы патриотического содержания, статьи и зарисовки о городской жизни ветеранах, поздравления ветеранов с юбилейными датами. Каждый ждет, что его имя будет упомянуто в газете. Иногда даже бывает так. Вот, допустим, газеты выходят по средам, а день рождения у человека будет, допустим, в четверг или в пятницу. И мне приходится поздравлять именно в эту среду, накануне дня рождения. А иногда бывало так, что, допустим, день рождения у них накануне был, а я поздравляю в среду. То есть иногда даже спрашивают, звонят и спрашивают, а почему меня не поздравили в газете с днем рождения? Я хочу от себя лично, от вас всех, от наших ветеранов, сердечно поблагодарить тех, кто работает с газетой «Архангельск. Город воинской славы». Есть настольные книги, есть настольные газеты. Вот мне кажется, что для нас газета «Архангельск. Город воинской славы» – это настольная газета. Заслуги северян в одержании Великой Победы неоспоримы. Недаром Архангельск вот уже пять лет носит почетное звание города воинской славы. Но работа на этом не заканчивается. Помощь ветеранам, воспитание молодежи, устройство памятников – дел много. Главное – не терять связь между поколениями. Когда мы шли первый раз со знаменем Победы, когда было 65 лет, мы услышали слова одного ветерана. Он сказал так – «И внуки восславят нашу Победу». Так вот, нам, наверное, сейчас прошло пять лет, нам надо ответ дать нашим ветеранам – «Внуки восславили вашу Победу». Как? Через что? Что мы сделали? Что мы заработали? И в конце марта мы все подведем большой итог с такими словами – «И внуки восславили вашу Победу». О взаимодействии с Городским советом ветеранов и о патриотическом воспитании молодого поколения мы говорили с заместителем мэра Архангельска по социальным вопросам Ириной Орловой. Интервью с ней продолжит эфир. Ирина Васильевна, здравствуйте. Добрый день. В городе проходит большая патриотическая работа. Расскажите об основных ее мероприятиях и главных подходах. Ну, я бы сказала, что патриотическая работа – это большая системная работа. Можно даже сказать, что это каждодневный труд. Причем труд отгромной большой команды, потому что в нашем городе, в Архангельске, в городе воинской славы патриотическая работа – это не определенная работа, например, только Департамента образования или только Управление культурой и молодежной политики. Это межведомственное взаимодействие и большая-большая работа. То есть большая-большая система. И надо сказать, что патриотическая работа начинается, наверное, с семьи, с детского сада. Потом она переходит в школу, в учреждения культуры, в учреждения спорта. И дальше вновь возвращается в семью уже через молодых родителей, которые опять вовлечены в процесс. Но и понятно, что это еще и работа со старшим поколением, работа с родителями ребят старшеклассников, студентов. То есть в патриотическую работу, можно сказать, в Архангельске, в городе воинской славы вовлечен весь город. Это огромное количество мероприятий, это огромное количество различных акций. Конечно, прежде всего мы акцент делаем на молодежь, потому что патриотизм – это прежде всего воспитание любви к родине. Это чувственное отношение к своей малой родине. И поэтому прежде всего, конечно, мы ставку делаем на молодежь, а через молодежь уже действуем на все остальные поколения. И поэтому яркие масштабные мероприятия, которые проходят в школах города Архангельска, в образовательных учреждениях профессионально-технического и высшего образования, в учреждениях культуры – это как раз и есть все патриотическая работа. Как раз по мнению президента страны Владимира Путина, фундамент патриотического воспитания находится в широкой воспитательной работе с подрастающим поколением. Какие институты в школах города созданы, чтобы заниматься этой работой? Огромное количество кадетских классов. 1 сентября текущего учебного года в кадетские классы у нас пришло учиться 2107 ребят. Это 84 кадетских класса. Для сравнения скажу, что в прошлом учебном году было 74 кадетских класса, 1900 обучающихся. То есть, вы видите, разница какая. Это, конечно же, еще один институт патриотического воспитания именно в школах города Архангельска. Это школьные музеи. Школьные музеи ведут огромную работу, направленную на воспитание любви к своей малой родине, на изучение интересных страниц Великой Отечественной войны, на любовь к родине нашему Большому Отечеству. 35 музеев работает в 32 школах города Архангельска. Назову лишь самые яркие из них. Это музей Соловецких юнг, школа номер 11. Это музей истории 23-й гвардейской дновско-берлинской стрелковой дивизии в школе номер 17. Это музей боевой славы северян в школе номер 20. Это историко-патриотический музей боевой славы 99-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в школе номер 30. Это, конечно же, музей Архангельского военно-инженерного училища, или, как мы называем еще, Борисовского училища, в школе номер 23 имени Александра Сергеевича Пушкина. Огромную работу по патриотическому воспитанию школьников ведет музей Соломбальского дома детского творчества. Именно в этом учреждении для всех школьников города Архангельска организуются экскурсии по городу Архангельск, город воинской славы, Архангельск прифронтовой. И именно этот музей является методической площадкой для всех 35 школьных музеев нашего города. Конечно, огромную роль в патриотическом воспитании оказывают наши учреждения дополнительного образования детей, которые работают в сотрудничестве со школами. И здесь лидирующие позиции занимает, конечно же, Центр технического воспитания и досуга школьников, потому что именно на базе этого центра у нас создан военно-патриотический лагерь для школьников Архангель, который работает летом у нас на острове Краснофлотский, это клуб-собеседник, это учебный цикл занятий, курс воинской славы России и огромное количество мероприятий. Но еще я бы назвала, наверное, огромный такой вот большой блок в воспитании патриотов города, области, страны, конечно же, берет на себя детская организация «Юность Архангельска». Потому что через эту организацию проходят сотни мальчишек и девчонок нашего города, и в этой организации ребята действительно познают основы и азы любви к своей малой родине. Как складывается Ваша совместная работа с Городским советом ветеранов? Совет ветеранов наш самый главный помощник и организатор огромного количества мероприятий патриотического направления. Между мэрией города Архангельска и Городским советом ветеранов подписано соглашение по патриотическому воспитанию молодежи. Департамент образования мэрии города Архангельска и Городской совет ветеранов уже на протяжении двух лет ежегодно утверждают план совместной работы по патриотическому воспитанию. Надо сказать, что этот план четырехсторонний, не только Департамент образования и Городской совет ветеранов, но еще и две общественных организации ветеранов. Это ветеранская организация воинов-интернационалистов «Долг» и организация «Боевое братство» участвуют в разработке этого плана. Благодаря совету ветеранов в городе проходит крупномасштабная акция «Знамя победы». Эта акция тоже уже проводится не первый год, она посвящена победе в Великой Отечественной войне. И вот именно акция текущего учебного года, посвященная 70-летию победы, это очень знаковое событие, потому что уже более 40 школ посетили наши ветераны со знаменем победы. Это целый ритуал, это огромная подготовительная работа. И в той школе, где побывало «Знамя победы», можно смело сказать, что каждый ребенок уже точно знает историю Великой Отечественной войны. И мы уверены в том, что эти ребята, они действительно с уважением относятся к участникам Великой Отечественной войны, они с уважением относятся к прошлому истории нашей Родины. Поэтому я думаю, что вот тот вклад, который вносят у нас ветеранские организации, патриотическое воспитание именно в нашем городе, в городе Архангельске, в городе воинской славы, это, конечно, очень большой вклад. Я думаю, что вот идея именно присвоения нашему городу звания город воинской славы, это заслуга прежде всего Городского совета ветеранов. Расскажите об основных мероприятиях и подходах в работе по подготовке к 70-летию Великой Победы. Подготовка к 70-летию Победы в городе Архангельске ведется уже давно. Создана рабочая группа для координации действий по подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мэрии города утвержден план мероприятий празднования 70-летия Победы. И в этом плане самый главный акцент сделан на благоустройство памятников, мест воинских захоронений, подготовка площади мира, где будет проходить самое главное торжество, посвященное 70-летию Победы. Готовясь к 70-летию Победы и понимая важность и значимость этого мероприятия, Постановлением мэрии города Архангельска от 15 октября 2014 года за номером 839 установлена единовременная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны в размере 20 тысяч рублей. Хочется сказать, что эту единовременную выплату наряду с участниками и инвалидами Великой Отечественной войны получат бывшие несовершеннолетние узники консулагерей, военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, которые не входили в состав действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года. Это тоже очень важно для наших ветеранов. Лица, награжденные знаком житель блокадного Ленинграда, тоже получат эту единовременную денежную выплату. И лица, работавшие в Великой Отечественной войне на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, также получат единовременную выплату. Не забыли мы и о детях, на долю которых выпало вот этот страшный период Великой Отечественной войны. И уже на протяжении двух лет для горожан в возрасте от 70 лет и старше у нас предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Мы не стоим на месте и в год 70-летия Победы мы упраздняем процедуру проезда в общественном транспорте для наших жителей старшего поколения. Уже вводим электронный проездной билет, и это тоже будет подарок 70-летию Победы. Конечно же, огромное количество мероприятий будет проводиться в год 70-летия Победы с молодежью, со школьниками. Вот здесь у меня на столе две замечательных книги. Прежде всего, вот эта книга «Орден в твоем доме». Это конкурс сочинений наших школьников. Проводил его Департамент образования мэрии города Архангельска совместно с редакцией газеты «Архангельс. Город воинской славы». И эти сочинения ребята писали о своих дедах, бабушках, прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне и награждены какими-то наградами за свои подвиги. 5 декабря даем старт еще одной акции. Это акция «Орден в твоем доме», а именно «Обелиски». То есть школьникам мы предлагаем уже узнать историю Великой Отечественной войны через имена архангелогородцев, жителей Архангельской области, имена которых увековечены на памятниках и мемориалах в нашем городе Архангельске. И ребятам предлагаем узнать историю подвига того или иного бойца, судьбу этого солдата и написать свое сочинение, свой взгляд на этот подвиг. И вот эти все работы, ребят, они будут напечатаны также в газете «Архангельс. Город воинской славы» и надеемся, что выйдут точно в таком же издании. То есть работа идет очень интересная. Понятно, что будут и классные часы в школах, и встречи с ветеранами, но и самое главное, знаковое событие – это, конечно, праздничные мероприятия 9 мая 2015 года, в день 70-летия Победы. Ирина Васильевна, большое спасибо за беседу. В Архангельске проходит декада людей с ограниченными возможностями здоровья. В ее рамках в Архангельском городском культурном центре состоялось торжественное мероприятие, побывала на котором Инга Швецова. В Архангельске проживают больше 30 тысяч людей с ограниченными возможностями. Почти тысячи из них – дети. К особым людям – особое отношение. На сегодняшний день практически все социальные учреждения Архангельска оборудованы пандусами для маломобильной группы населения. С 2010 года на городские маршруты вышли 10 автобусов марки «ЛиАЗ», специально обустроенные для инвалидов-колясочников. Только за последние два года появился 41 звуковой пешеходный переход. Общий объем средств за один только в 2013-2014 год у нас составил порядка 7,5 миллионов рублей. Причем хочу отметить, что 5 миллионов 836 тысяч 800 рублей – это средства городского бюджета, и 1 миллион 630 мы получили из областного бюджета. В следующий год мы также предусмотрели средства на программу «Доступная среда» и будем в этом направлении работать. В этот день активистов, которые работают в организациях для людей с ограниченными возможностями, мэрия города отметила благодарностями и подарками. Почетную грамоту получил и Владимир Старков. Почти 15 лет он стоит во главе Архангельской межрайонной организации Всероссийского общества инвалидов. Тесно сотрудничать с мэрией, и на этом мероприятии у нас всегда подводятся итоги работы. Мы проводим ежегодные наши мероприятия, крупные соревнования зимние и летние при поддержке мэрии 100 человек-участников. Для людей с ограниченными возможностями всегда открыт мир творчества. Например, этот музыкальный коллектив сложился 4 года назад. Его участники – инвалиды по зрению. С помощью музыки я смог посетить некоторые интересные места. Музыка вообще, можно найти себе очень хороших друзей. Если, например, как у нас, допустим, было, мы все нашли очень хорошего друга, просто мы ездили на международный фестиваль, и там мы очень даже неплохо провели время. Все эти люди, несмотря на то, что имеют физические ограничения, сохранили главное – желание жить. Они работают, занимаются спортом, увлекаются творчеством и никогда не теряют надежду на лучшее. О том, как городские власти взаимодействуют с общественными организациями инвалидов, нам рассказала начальник отдела демографии и семейной политики мэрии Архангельска Ольга Рыкалова. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как складываются ваши взаимоотношения с общественными организациями инвалидов, какие совместные мероприятия проводятся? Ну, наверное, начнем с того, что по статистике на территории Российской Федерации проживает около 10% граждан, имеющих группу инвалидность. Архангельск не является исключением, и у нас в городе проживает около 30 тысяч граждан, у которых установлена группа инвалидности. Около тысячи из них – это дети. И, конечно, очень важно строить мэрии города Архангельска свою работу так, чтобы по возможности улучшить качество жизни людей этой категории. На территории города существует и действует уже длительное время несколько общественных организаций, очень активных общественных организаций. Это Всероссийская организация Всероссийского общества инвалидов, это Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, общественная организация инвалидов «Надежда», общественная организация инвалидов «Благодея» и еще многие организации активно работают. И задача мэрии города Архангельска — объединить совместные усилия и вместе с общественными организациями проводить работу. С 1999 года в городе создан Координационный совет по делам инвалидов, который решает все актуальные для инвалидов вопросы. Туда входят представители и администрации города, и правительства области, и представители общественных организаций. И следует сказать, что представители общественных организаций инвалидов, они очень активны, и благодаря этому наши советы носят очень жаркий характер. Вопросы на них рассматриваются самые разнообразные. И что очень отрадно отметить, что все решения, как правило, находят отражение в работе мэрии города. Мэрия конкретно решает проблемы инвалидов на транспорте, в общественных зданиях, в жилых домах, вообще как власти города могут участвовать в формировании доступной среды? Ну, здесь, наверное, следует отметить, что доступная среда — это не только здание, не только сооружение, но это и прежде всего общество, которое готово принять граждан с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому здесь деятельность весьма разнопланова. Это, во-первых, и помещения, которые мэрия города предоставляет для общественных организаций, то есть они должны располагаться в удобных зданиях, куда смогут подойти граждане с ограниченными возможностями здоровья. Это и образование, которое немаловажно, чтобы дети-инвалиды у нас получали образование. Как я уже сказала, около тысячи у нас детей-инвалидов, и из них около 400 получают образование. Здесь следует отметить, что наши муниципальные учреждения образования очень активно проводят работу с такими детьми. У нас существуют школы. Это, например, школа номер 5, где обучаются дети с нарушением слуха, зрения. Это школа номер 8, где обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. И в них очень активно, вернее, работе с ними помогают не только учителя, но и самое главное, что привлекают они к работе и общественной организации. Во-вторых, это, конечно, создание интерактивного доступа. То есть гражданин с ограниченными возможностями здоровья теперь имеет право свободно обратиться через сеть интернет к мэру города, в любое подразделение мэрии города Архангельска, получить услуги различные виды, муниципальные, государственные. То есть это теперь достаточно активно используется. Транспортная проблема достаточно сложная. И поэтому в мэрии города были закуплены автобусы, именно низкопольные автобусы, в которые могут заехать граждане, у которых имеются нарушения опорно-двигательного аппарата. Движение этих автобусов, график движения, был согласован с представителями общественной организации, Всероссийской организации инвалидов. Ну и, конечно, доступная среда — это формирование непосредственно уже инфраструктуры здания, сооружения. И здесь, в городе с 1999 года действует программа обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к социальным объектам инфраструктуры муниципальной. И, как мы видим, сначала это было все сложно, но теперь уже видно, что все у нас учреждения здравоохранения, учреждения культуры оборудованы и пандусами, и поручнями. И нельзя недоотметить, что и новые строящиеся объекты тоже у нас, как правило, оборудуются всеми средствами, которые облегчают доступ инвалидов к зданиям. Здесь хочется еще сказать, что в последнее время мэрия города не только проводит работу по установке непосредственно пандусов, но и свободному доступу инвалидов непосредственно в самих учреждениях. В частности, в 2013-2014 году мэрии города сделано очень много для оборудования Архангельского городского культурного центра приспособлениями, облегчающими доступ к гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Это установлены поручни, это установлен специальный туалет, закуплены подъемники, позволяющие гражданину, который передвигается с помощью коляски, свободно передвигаться на второй этаж. То есть свободный доступ у нас не только в большой зал, но и в малый зал. Оборудованы таблички, на которых слабовидящие могут с помощью текста Брайля определить, в каком месте именно центра они находятся. Также большое такое инновационное мероприятие – это оборудование городских бань специальными помывочными креслами-колясками. То есть гражданин, который передвигается с помощью коляски, может обратиться в любую из муниципальных бань, и там ему будут предоставлены все услуги, которые данная баня оказывает. Следует отметить, что при формировании всех муниципальных программ, деятельность которых направлена на улучшение качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья, мэрия города активно привлекает общественные организации инвалидов. То есть практически ни одна программа без их предложений у нас не принимается и не рассматривается. Благодаря вот такому четкому взаимодействию удается достичь положительных каких-то моментов в нашей работе. В рамках программы «Социальная политика» запланировано в 2015 году проведение конкурсов для общественных организаций, в том числе, конечно, и для общественных организаций инвалидов. Мы надеемся, что все общественные организации, которые у нас делают, работают в городе, примут активное участие и будут реализованы много проектов на благо наших горожан. Ольга Александровна, спасибо и до свидания. Всего доброго. 3 декабря российские школьники писали итоговое сочинение. Именно оно повлияет на допуск к государственным экзаменам в конце года. Свои работы сдали на проверку более 1800 юных архангелогородцев. Около ста из них ребята с ограниченными возможностями здоровья писали изложения. Могучая кучка будущих выпускников 14-й школы количеством в 50 человек вооружилась ручками, чтобы сложно сочиненными строчками проложить себе путь к единому государственному экзамену. Общие направления, на основе которых будут предложены темы сочинений, были известны заранее. Ученица 11-го Б. Екатерина Танашева заблаговременно проштудировала произведения о Великой Отечественной войне. Мы, конечно, переживаем, что, может быть, какая-то тема попадется, к которой мы еще не готовы. Ну, потому что мы многие темы разбирали, там, война, любовь на фронте, там, дети на фронте. Вот, но, в принципе, мы считаем, что мы готовы. За 15 минут до начала экзамена на сайте ЕГЭ публикуются темы. Затем они распечатываются и разносятся по классам. Для каждого часового пояса темы свои. Архангельским школам достались следующие. Чем творчество Лермонтова может быть интересным современному читателю? Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Природа и внутренний мир человека, созвучий и диссонанс. Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть. И, что важнее, любить или быть любимым. По мнению учителей, ничего сложного в таком итоговом сочинении нет. Учитель проговаривал, объяснял, рассказывал, каким образом можно подбирать аргументы, к каким текстам можно обращаться. Оценивать произведения старшеклассников будут в первую очередь за соответствие теме и аргументированное привлечение литературы. В помощь школьникам – орфографический словарей. В помощь комиссии – видеомониторинг. Следуем методическим рекомендациям Департамента образования. И следуем всем распоряжениям мэра города Архангельска, Департамента образования. Ну и, конечно, Министерства образования Российской Федерации. На самовыражение старшеклассникам было отведено в минимум 250 слов, иначе не за счет, а также без малого 4 часа. Александру Ильину столько и не потребовалось. Творчество Лермонтова на примере «Героя нашего времени» и «Имцири» разобрал быстро. В принципе, не особо сложно. Нужно иметь какой-то определенный уровень подготовки, знания литературы отечественной, знания русского языка и всего остального. В принципе, это нужно, чтобы отсеять. Те, кто, в принципе, просто не готов перейти на следующий этап. Кто получил за счет, а кто все-таки застрял в экзаменационном сите до пересдачи в феврале, об этом без малого 1811-классников узнают 10 декабря. Тогда же станут известны и результаты изложения. Его писали около 100 архангельских школьников с ограниченными возможностями здоровья. Лед и пламя на Архангельском паркете. В столице Поморья прошел открытый чемпионат по танцевальному спорту на кубок мэра Архангельска «Снежная румба». Чем запомнился девятый по счету фестиваль, расскажет Артемий Заварзин. Романтика венского вальса, задорные ритмы квик-степа и переполненные страсти танец танго. Каждое оточенное движение участников, всего более 500 пар, срывало зрительские овации. Мы пытаемся танцевать для зрителей, для себя. И не важно, что это соревнование или нет. Удивляли зрителей и совсем юные таланты. Вот еще даже не первоклассники Кристина и Андрей показывают первый класс на паркете. Мы танцуем самбу, ча-ча-ча, джайв, венский вальс, фик-степ и медленный вальс. Такую яркую танцевальную палитру зрители оценили по достоинству. А самые достойные участники получили награды от мэра Архангельска. Это сочетание, прежде всего, конечно же, спорта и культуры, эстетики. И поэтому, конечно, у молодежи есть к этому тяга. Это очень здорово. Надо в дальнейшем думать о том, чтобы, конечно, появился, раз направление есть, появился бы фокс специализированный, где бы ребята могли специально заниматься этим видом спорта. Я думаю, что мы будем над этим работать. По итогам фестиваля «Снежная румба» Кубок Мэра за лучшее исполнение латиноамериканской программы получили танцоры из Москвы. Высокой наградой за европейский танец были удостоены мастера из Череповца. Что касается самых юных танцоров, то тут все ступени пьедестала, как и в прошлом году, у архангельских спортсменов. Теплосети функционируют в штатном режиме, отклонений от температурного норматива нет. Об этом доложили специалисты городского хозяйства на еженедельной планерке при главе города. О чем еще шла речь на совещании, расскажет Артемий Заварзин. Мэр Виктор Павленко поставил специалистам задачу незамедлительно реагировать на изменения погодных условий и привлекать необходимую технику, чтобы в том числе достойно провести зимние каникулы. Обязательно охватить отдаленные территории, как Бревенник, Хабарка, Кегистрово, другие отдаленные. У нас и 29-й, и 14-й, и 21-й. Просьба, время еще есть для того, чтобы все-таки людям создать такое нормально позитивное настроение. Я не говорю уже о службах, тут все понятно. Дежурство, дежурные группы. В округах города администрации занимаются благоустройством. В Северном округе завершено возведение железобетонной пешеходной дороги на улице Химиков, а в Соломболе, по поручению градоначальника, продолжаются приведения в порядок площадки у культурного центра. У нас там будет и елка, сосредоточение всех празднеств в Соломболе будет там. Поэтому надо посмотреть за этот месяц. Если нужна какая-то еще помощь, я готов, еще раз говорю, как-то найти средства для того, чтобы там было все у нас здорово. И внутри, и снаружи. Обсудили участники совещания и мероприятия, посвященные пятой годовщине присвоения Архангельску почетного звания «Город воинской славы». 5 декабря в 10 часов утра у Стеллы «Город воинской славы» начнет работу форум «Социально активные молодежи Архангельска». А в 14 часов пройдет торжественная линейка учеников кадетских классов школ города. Участие в юбилейных мероприятиях смогут принять все желающие. 19 участниц, 4 номинации и главный приз звания «Женщины года-2014». Итоги ежегодного городского конкурса в столице Поморья подвели накануне Дня матери. Вот они, 19 архангелогородок, которые отвлеклись от домашних дел, отложили на потом трудовые заботы, чтобы в этот день предстать перед зрителями в роли участниц 13-го городского конкурса «Женщина года». Он проводится мэрией Архангельска в рамках городской целевой программы «Семья и дети Архангельска». Эта программа существует в Архангельске на протяжении уже многих лет. И, как сказал Виктор Николаевич Павленко, мэр нашего города, она и дальше будет получать бюджетное финансирование города Архангельска, независимо от того, каким бы дефицитным был и проблемным бюджет города. Потому что эта программа важна, нужна, и практически в каждую семью архангелогородца она вносит лепту заботы. Конкурсантки выступали в четырех номинациях, являя собой пример успешных женщин. Звание «Женщина года» в этом году была удостоена Елена Балдина, преподаватель школы искусств номер 5 «Рапсодия». Ее ученики не раз становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Я испытываю необычайный заряд энергии, необычайную радость. Я, можно сказать, что даже не ожидала этого, поэтому для меня это большое счастье и для моих родных. Участие в таких конкурсах придает новый заряд энергии и, конечно же, открывает новые горизонты для творчества. В этот день честовали и тех, на чье крепкое плечо женщинам всегда можно опереться. 17 активных отцов боролись за титул «Самый лучший папа». Им стал отец двух сыновей и четырех дочерей Сергей Карельский. Свою победу глава семьи посвятил супруге Ольге. Разделять папу и маму невозможно. Мир в семье зиждется только на том, что любящие люди не смотрят друг на друга, а смотрят в одну сторону, что такое любовь. Низко и кланяюсь прежде всего, потому что без нее не было бы такой семьи. Не стихали аплодисменты в актовом зале СГМУ. Здесь были подведены итоги областного конкурса «Женщина года». Среди лауреатов – Архангелогородка Валентина Валькова, врач-рентгенолог с 30-летним стажем. Она – обладатель специального диплома за верность профессии. Начинала работать на рентгеновском компьютерном томографе, который был первый. В 1991 году в нашем онкодиспансере «Поставлен» он был пошаговый. Одного пациента мы смотрели минут 10-15. Сейчас мы обследуем одного пациента секунд 15-20. Мы можем, говорю, что выявлять изменения самые ранние, изменения отличные от нормы. Специальный диплом в номинации «Деловая женщина» получила Архангелогородка Надежда Чуракова. Вот уже почти 10 лет она помогает людям с ограниченными возможностями. Люди с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию в нашем центре, когда посещают его на таких мероприятиях, как танцы, вязание, компьютерные курсы у нас проходят. Также у нас работает тренажерный зал. Стремиться быть лучшими в своей профессии, активными в жизни города и оставаться преданными своей семье – вот та мудрость, которая объединила всех конкурсантов. Уже в четвертый раз архангельский конкурс «Вместе дружная семья» собирает вокруг себя талантливых и активных взрослых и детей. В этот раз в соревнованиях приняли участие 9 семей из всех городских округов, чья семья самая дружная узнала Мария Воробьева. Конкурс «Вместе дружная семья» проводится в рамках муниципальной программы «Семья и дети Архангельска». В этом году он четвертый по счету. 8 номинаций и 9 семей. В каждое из них из поколения в поколение передаются увлечения, традиции, приверженность к определенным профессиям и даже хобби. Каждым годом семей, которые показывают свое творчество, которые показывают любовь к своим детям, все больше и больше. И в этом ценность конкурса, что мы можем эти семьи увидеть, пропагандировать лучший опыт и, конечно же, поощрить эти семьи. Эти домики – часть творческого конкурса «Дом нашей мечты». Заблянув в домик семьи Минкиных, можно увидеть там даже жителей кукол. Такую ювелирную работу оценили и зрители, и члены жюри. А давды Насте и свое предпочтение. Наталья и Анатолий Минкины воспитывают четырех детей. Маленькому Тимуру нет еще и года. Секрет семейного счастья – рост. Она доверяет друг другу, любит сильно. И терпение, конечно. Я очень люблю свою семью и рад, что мы заняли первое место. Задача конкурса «Вместе дружная семья» привлечет внимание общественности к проблемам семьи, материнства, отцовства и детства. И каждый из этих династий – наглядный пример крепкой дружбы и преемственности поколений в своем роде. На этой неделе в родильном отделении городской больницы номер 7 поздравляли молодых мам, чьи дети появились на свет в последнее воскресенье ноября. В этот день в России отмечается День матери. Такая кроха и уже в центре внимания. Маленькая Александра появилась на свет 30 ноября, в День матери. С двойным праздником ее и молодую маму Надежду от лица мэра Виктора Павленко поздравляет его заместитель Ирина Орлова и вручает полезный подарок – детскую креслокачалку. Для вас это очень замечательное, знаковое событие. Я думаю, что вы еще не раз вернетесь и в этот роддом. Как-то двойной такой праздник даже кажется. День матери, да еще и девочка. Рада очень. Радости не скрывают и врачи-акушеры. Количество родившихся мальчиков и девочек в этом году обещает побить рекорды прошлого. Тогда на свет в Соломбальском роддоме появилось почти 2000 малышей. Для комфортного пребывания молодых мам здесь созданы все условия. Вот сейчас перед делом вставляем и окна везде, и косметический ремонт, и полы вот перестерили. Поэтому все более и более женщины находятся у нас в комфортных таких условиях. Поддерживает молодых мам и городская власть. Одна из действенных мер – муниципальная программа «Семья и дети Архангельска». Муниципалитет всяческим образом поддерживает молодых мамочек. Они могут обратиться в отделы социальной работы за консультацией, за помощью. Если семья относится к категории группы риска по социальному сиротству, то мы, конечно же, оказываем мамам психологическую помощь, потому что иногда молодых родителей надо просто поддержать. Материальную помощь мы тоже оказываем тем семьям, которые оказались в социально опасном положении и имеют какие-то финансовые проблемы. Родильное отделение продолжает свою работу. Сегодня ряды арханглогородцев пополнили один мальчик и пятеро девочек. Архангельск посетил чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд. Лучший на данный момент спортсмен в первом тяжелом весе приехал в столицу Поморья, чтобы пообщаться с юными спортсменами и провести для них мастер-класс. С чемпионом встретился и Алексей Карельский. В этом году архангельская Дюсша «Каскад» запустила проект «Чемпионы с улиц». Направлен он на поддержку перспективных юных спортсменов, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В рамках проекта, а также благодаря связям руководства «Каскада» с командой Григория Дрозда, 20 архангельских боксеров побывали на его бое. Тогда ребятам не удалось пообщаться с чемпионом. Спустя время он сам откликнулся на приглашение муниципальной спортшколы. Я знаю, что в вашем городе очень много внимания уделяют единогорствам, и это здорово. На пресс-конференции Григорий Дрозд особо подчеркнул, что проекты, подобные чемпионам с улиц, должны получать поддержку на всех уровнях власти, ведь вовремя подставленное плечо дает шанс ребятам из обычных, а зачастую и неблагополучных семей, пробиться наверх как в спорте, так и в жизни. Согласилась чемпиона мира и заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. На муниципальном уровне, в рамках программы «Скультура, здоровье и спорт», в рамках городской целевой программы «Архангельс без наркотиков», в рамках программы «Семья и дети Архангельс» мы подобные проекты как поддерживаем, так и будем поддерживать. По окончании пресс-конференции настало время долгожданного мастер-класса от Григория Дрозда. Сегодня от мастер-класса чего ждете? Что хотите получить? Опыта, наверное, получить больше. Как-то, может, практики такой. Многое расскажут, наверное, многое покажут. Три десятка парней в полном боксерском обмундировании принялись внимать каждому слову, каждому движению чемпиона. А сам он с удовольствием заряжался их энергетикой. Самое главное, что я могу дать, это показать пример. Вот все в твоих руках, вот твои руки, вот твоя голова, вот твое сердце, вот зал. Иди, делай, добивайся. Сегодня здесь, в Архангельске, можно творить чудеса, приходя в зал, тренируясь до седьмого пота каждый день, добиваясь победы, воспитываясь, становиться мужчиной, становиться чемпионом мира, олимпийским чемпионом. По завершении мастер-класса Григорий Дрозд раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими. И нет сомнения, что эти памятные фотографии, как и сама встреча, дадут столь необходимый импульс для движения вверх по спортивной лестнице многим архангельским мальчишкам. В Архангельске продолжает работу белорусская ярмарка. Торговые ряды раскинулись возле Дворца спорта профсоюзов. Гости представили северянам широкий ассортимент товаров более чем 20 предприятий Белоруссии. На ярмарке от белорусских производителей глаза разбегаются от предложенного товара. Вот и Нина Лукашева приглашает северян вкусить то, без чего невозможно традиционная белорусская кухня. А это сладкое изобилие из города Бобруйска. Северяне знают, халва – это не только вкусный, но и полезный продукт. Есть кунжутная халва. Как знаете, в кунжуте очень много кальция. Подсолнечная. Есть с добавками. Есть с ядром подсолнуха, с изюмом, с арахисом. Пожалуйста, очень большой ассортимент у нас. Мы всех ждем. Всех, скажем, на всех халвы хватит. Кондитерские изделия, сувениры, трикотаж. У северян эти белорусские товары пользуются большим спросом благодаря своему непревзойденному качеству. Сложилась уже добрая традиция, особенно в преддверии новогодних праздников, проводить ярмарки на территории города Архангельска. Муниципалитет поддерживает конкуренцию на рынке продовольственных и непродовольственных товаров, привлекает ярмарочных операторов не только городов Российской Федерации, но и других республик. Мы надеемся на дальнейшее развитие нашего сотрудничества с ярмарочными операторами Республики Беларусь и привлечение новых участников. Приобрести товары от белорусских производителей архангелогородцы могут до 7 декабря с 10 до 19 часов. Палатки гостей раскинулись у Дворца спорта профсоюзов. Эфир продолжает традиционная рубрика «Лица недели». Ее герои сегодня – Елена Харлова, учитель информатики гимназии номер 6, победившей в конкурсе «Виртуальный Архангельск», Любовь Шкира, учитель гимназии номер 3, в которой открылась экспозиция, посвященная бывшему игроку команды «Водник» Владимиру Потапову, и Елена Балдина, победительница городского конкурса «Женщина года». Эта неделя запомнилась для нашей гимназии номер 6 города Архангельска, победой школьных сайтов в конкурсе, организованном Департаментом образования мэрии города Архангельска «Виртуальный Архангельск». Главное для любого школьного сайта – это его информационная насыщенность. В гимназии за наполняемость сайта отвечают все участники образовательного процесса. На сайте можно увидеть статьи, опубликованные как обучающимися, так и их родителями. Эти конкурсы необходимы и очень важны, так как они стимулируют весь педагогический коллектив для опубликования самой актуальной, нужной и важной информации для всех участников образовательного процесса. Эта неделя запомнилась нашей гимназией тем, что в гимназии открылась экспозиция, посвященная учителю гимназии Потапову Владимиру Аркадьевичу. Был игроком команды «Водник» с 1956 по 1965 год. Закончившись свою спортивную карьеру, он не забросил спорт, а пошел работать учителем физкультуры и учил детей гимназии, навыкам спорта. Открытие этой музейной экспозиции является не только данью памяти этому человеку, который прославил наш город, но и воспитательным моментом для детей, которые понимают, что не только материальные ценности важны в наше сложное материальное время, но и можно достичь очень много, много сделать для своего государства, стараясь достичь успехов в спорте. Эта неделя запомнилась мне победой на городском конкурсе «Женщина года». Вот уже 24 года я работаю преподавателем фортепиано в детской школе искусств номер 5 «Рапсодия». Очень значимо, что мэрия города Архангельска большое внимание уделяет культуре и искусству, ведь культура — это основа личности. Занятия творчеством оставляют на всю жизнь благодатный след в душе ребенка и способствует воспитанию самых лучших человеческих качеств. 2014 год — год культуры — стал очень значимым для меня и моих учеников и очень щедрым на творческие успехи. Такие победы окрыляют, придают силы и энергию. Это была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Александр Мамонтов. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин